Введение в нашем регионе системы QR-кодов в связи с ростом заболеваемости и смертности от COVID-19 стало серьезным испытанием для новосибирских ресторанов, кафе и столовых. Несмотря на то, что точки общепита не закрыли, но тем не менее они несут очень серьезные потери. Будут ли они фатальными? Об этом далее в прецеденте. Час-пик в сети ресторанов быстрого питания в первый день введения QR-кодов. Перед тем, как расплатиться на кайсе, посетителю предлагают подтвердить, что он вакцинировался. Получается не у всех. У владельца популярной сети «Солнечный день» Сергея Решилова в связи с введением системы QR-кодов возникло немало неразрешимых вопросов. Каким образом мы будем запрашивать QR-коды? Мы должны смотреть у гостя паспорт. Уже многие гости нам сообщают, что мы паспорта показывать не будем, вы же не полиция. Но для министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова этих проблем, кажется, не существует. Точно так же сотрудник в любом магазине просит предъявить паспорт у несовершеннолетних. То есть вам не продадут алкоголь, сигареты, и это ни у кого не вызывает никакого ни отторжения, ни вопросов. То есть ситуация практически такая же. Бизнес-омбудсмен Николай Мамулат хоть и не называет систему QR-кодов благом, но считает, что в сложившейся ситуации это меньшее из зол. Ведь по большому счету требование Роспотребнадзора сократить всплеск зараженности коронавирусом. А сократить можно как? Сократить можно закрыть общепит, закрыть другие виды деятельности. Но наш регион, он отличается все-таки щадящим режимом. Мы хотим оставить на плаву предпринимателей, которые будут заниматься в такой ситуации бизнесом. Для Федерации рестораторов и отельеров Сибири QR-коды не были новостью последнего месяца, когда главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов поводил одно ограничение за другим. Наш Минпромтор все-таки с нами находится в постоянном диалоге, на постоянной связи. И мы, в общем-то, в отличие от других регионов, достаточно долго работали без каких-либо ограничений. И вопрос к юризации мы обсуждали еще начиная, наверное, с июля месяца. Ну и для игроков общепитовского рынка и для региональных властей очевидно, что потери будут. Вопрос заключается в том, насколько серьезные. Если это будет в течение нескольких даже недель, то я думаю, что найдутся те мобилизационные пути, которые позволят бизнесу хоть как-то это перенести. Если это будет длительная история, нас не спасет абсолютно ничего. Первые убытки новосибирские рестораторы понесли в локдаун 2020 года. От них смогли оправиться не все. Сколько предприятий ушли, например, 5-10% с рынка? 20 ушли и не вернулись. Я думаю, что еще столько же потенциально готовы уйти и не вернуться. Когда после ограничений мы могли кормить на вынос, мы начали работать с 30% от общей выручки гостей. Кое-как добрались до 60-70%. То есть 100% у нас все равно не было. Сейчас, я думаю, ситуация будет ровно такая же. Солнечный день сегодня – это 21 ресторан быстрого питания в Новосибирске. Сергей Решилов намерен сохранить все эти локации. Искусство выживания в этой ситуации будет зависеть от возможностей внутри корпоративного маневра. Если мы потеряем 50% выручки, мы будем рвать в убыток. У нас не настолько высокая наценка, а накладные расходы сейчас высокие. Балансируя на грани убыточности, рестораторы будут ждать новых мер государственной поддержки. Мы пользовались этой поддержкой при первом локдауне. Конечно, это не покрыло всех наших издержек, дай бог бы в ноль вышли. В этот раз еще меньше поддержка. Это один мрот на каждого сотрудника. Одна из наших сейчас стратегических задач – создание той самой дорожной карты взаимодействия с властями, которая будет предусматривать расширение средств поддержки нашего бизнеса. И сейчас эта задача номер один для нас. Принять решение о выделении нового бюджета для мер поддержки может только федеральные центры. Региональным властям в этой ситуации остается только успокаивать. Я посетил два театра. Это абсолютно спокойная процедура. Я захожу, предъявляю, и вопросов ни у кого не возникает. Ни у меня, ни у встречающих сотрудников. Или настаивать на том, что обязательной вакцинации и ограничительным мерам альтернативы нет. Ситуация развивается так, что если мы еще методические рекомендации какие-то будем разрабатывать, мы, наверное, вот эту эпидемию никогда не победим. Но как бы власти не пытались популяризировать необходимость вакцинации в социальных сетях солнечного дня, уже оставлено немало нелицеприятных комментариев антиковидными хейтерами. Они говорят, что это сегрегация, даже в Америке такого не было, и вы не имеете права. И хэштеги ставят «таким не ходим» и уже даже какой-то лейбл клеят. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.